Где отличился Сургутский район, чем он может похвастаться, а какие проекты следует доработать? Глава муниципального образования Андрей Трубецкой пригласил журналистов на чай, чтобы подвести промежуточные итоги работы. Сургутский район занял первое место по итогам 2017-го в инвестиционном рейтинге Югры. Этот статус муниципалитет завоевывает второй год подряд. Районная казна была отмечена как самая эффективная во всей Российской Федерации. Эти данные приводит журнал «Бюджет» по итогам конкурса при поддержке Госдумы. Также Сургутский район находится в десятке лучших по стране в организации торгов. Помог в этом опыт внедрения электронных магазинов и проведения совместных закупок. Что нам это дало? Если объем за пять месяцев прошлого года, 2017-го, неконкурентных закупок был порядка 400 миллионов рублей, то за пять месяцев этого года он снизился в четыре раза и составил 100 миллионов. То есть вот 300 миллионов мы вовлекли в конкурентные закупки. Это нам дало экономии 18%. То есть с 300 миллионов рублей это дополнительная экономия 54 миллиона рублей. То есть мы вовлекли в экономику Сургутского района. Глава Сургутского района Андрей Трубецкой принял решение о снижении тарифов на тепловую энергию для жителей поселений, где самая большая концентрация аварийного жилья. А конкретно для Белого Яра, Барсова, Солнечного и Сайгатина. Постановление вступило в силу с 1 июля 2018-го. В истории района такого еще не было. Дополнительных средств на эти цели из бюджета муниципалитета не выделялось. Все осуществили в рамках ежегодной субсидии УТВИВУ номер один. Предприятие, как отметил Трубецкой, стало работать эффективнее. И мы часть той субсидии, которую ежегодно выделяли на покрытие убытков, принято решение 10 миллионов направить на снижение платы для населения. То есть если плата для населения составит 2650 рублей, то жители этих населенных пунктов будут платить 2450 рублей.